Всем привет, меня зовут Карина, и как-то в одном из своих роликов я сказала, что буду стараться больше мотивации интегрировать в свой канал, поэтому будьте готовы сейчас получать от меня пинки, буду стараться вас мотивировать что-то делать, надеюсь, что после этого видео вы выключите ролик и пойдете смотреть другие мои видео, ну, либо же что-то пойдете делать. Первое и самое, на мой взгляд, интересное, что я сегодня вообще за все видео скажу, это то, что мысли каждого человека, блин, ну не могут же быть все богатыми, самыми умными, самыми популярными, самыми талантливыми, так что даже не буду стараться, потому что всем богатыми не стать. И, знаете, признаюсь вам честно, я так тоже думала до тех пор, пока однажды не задумалась, а вы представляете, как много людей думают так же, поэтому они ничего не делают. И вот те, кто подумал о том, что так думают все, у вас есть шанс, потому что вы тот человек, который можете так думать, но при этом пробить эту стену вот этой вот фразы и пойти действовать, и куда-то что-то делать. И я уверена, что сейчас даже все те, кто посмотрит это видео, они подумают, ну вот, сейчас все те, кто посмотрит это видео, пойдут и что-то будут делать, но мы же не можем все стать популярными. Так вот, так подумают все, поэтому вы будьте умней и пойдите что-то сделайте, потому что людей, которые прикладывают к чему-то усилия, стараются к чему-то стремятся, их не так уж и много. Надо думать немножко иначе, то что если вы постараетесь, то у вас большие-большие шансы, потому что, опять же, людей, которые стараются, не так уж и много. И вот это очень важно осознать. Я когда осознала, я пришла в шок на самом деле, у меня что-то реально в голове перевернулось, потому что живя с такой мыслью столько времени, прийти потом к чему-то другому, как-то поразмыслив мозгами, это было очень странно. Многие также думают, что у меня нет никакого таланта, так что не стать мне таким-то, таким-то, таким-то. И так думать очень плохо. Если у вас, как вы считаете, нет таланта, тогда учитесь, потому что привить к себе любовь к учению гораздо легче, чем, не знаю, разработать слух, чтобы петь и так далее, на мой взгляд. И если вы действительно будете самым умным в классе, самым умным в группе, самым умным везде, в университете, в олимпиадах, то вы многого добьетесь. И если вы не знаете, что вам учить, то здесь уже, конечно, сложнее. Вы можете попробовать начать с чего-то, что вы думаете, может быть, вам понравится, поизучать, что нынче в моде, и постараться выжать из себя максимум. Учите, читайте, пишите, запоминайте. И я не думаю, что если вы станете гением, вас не заметят. Ну, серьезно. Если у вас нет таланта, учитесь и выезжайте на работоспособности. Доказывайте, что вы можете работать просто 24 на 7, и вас заметят 100%. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, что, знаете, нет плохой работы. Просто помните об этом всегда. И если вам нужно заработать на что-то, то используйте любую возможность сделать это. Если вы считаете, что вам недостаточно денег на обучение, то, не знаю, после сдачи ЕГЭ поработайте годик хоть где, подкопите денег. Возможно, даже ваши родители смогут вас обеспечивать, а все, что вы зарабатываете, вы можете откладывать. Таким образом, вы будете вкладывать в свое будущее. И мне очень хочется верить, что ваши старания потом окупятся. Я буду держать за вас пальчики. Очень мне нравится вот этот пункт, что плохие результаты не должны вас демотивировать. Они, наоборот, должны вас мотивировать. Могу привести пример с моим каналом. Вы знаете, что активность на нем не такая, как была раньше, и иногда я ловлю себя на мысли, что это меня демотивирует, то есть не мотивирует. Но я сразу стараюсь прогнать эти мысли, и вот то, что что-то набирает просмотр, а что-то нет, это, наоборот, меня мотивирует пробовать разное, пробовать новое, снимать такт, нанимать операторов, вкладывать им деньги, вкладывать в свой канал, я постоянно что-то делаю, хоть, возможно, этого не видно, но я внутри с собой очень борюсь, у всех свои тараканы в голове. Иногда ты расстраиваешься от чего-то плохого, от какой-то ошибки, но это должно только толкать тебя вперед. Многие, посмотрев это видео, скажут, тебе легко говорить, ты живешь в Москве. Да, мне легче, я не спорю. Жить в Москве, это очень приятно, это очень легко и классно, здесь много работы, здесь много возможностей, но всегда можно переехать сюда. Общежитие в университете, бесплатно можно поступить во многие вузы нашего города. Также, как я и сказала, если вы считаете, что у вас нет денег на учебу, возьмите год отдыха от учебы, но потратите его на работу и подкопите денег, чтобы оплачивать себе хоть что-то в Москве, и переедьте, накопите на билеты, на что-то еще, чтобы иметь возможность хотя бы первое время прожить в Москве, а в Москве зарплаты неплохие. Ведь сами подумайте, есть куча примеров людей, которые из самых маленьких сел и городочков, вот таких вот, добивались огромных высот, и вы можете быть в их числе. Помним про первый пункт. Хотелось бы еще посоветовать вам пару мотивационных каналов, если вы вдруг такие не знаете. У меня есть три таких канала, которые дают мне мотивацию на что-то. Это Трансформатор, канал о бизнесе, ведет достаточно уже взрослый мужчина. Там очень много репортажей про крупные компании, о которых очень интересно узнать. Там много советов, много мотивации, много каких-то личных примеров, и это просто очень интересно смотреть. Второй канал, один из моих любимых, это Анастасия Кей, ей 30 лет около того. Сейчас она уехала в США, чтобы учиться в летней школе в Гарварде. На ее канале просто тонна мотивации, он как раз на это и направлен, ее канал про науку, про обучение, про мотивацию, про все, что так полезно и нужно нам слышать изо дня в день, чтобы чего-то добиваться. И еще есть классная девочка, которая живет в Америке, у которой там свой бизнес. У нее два канала, на русском и на английском языке. Она вот как раз про обучение языков канал ведет. И все ссылки я оставлю в описании, изучите, подпишитесь. И к концу хотелось бы немножко затронуть тему похудения. Как-то раз я там плакала, что-то там мне не нравилось мое тело. И я такая думаю, все, новая жизнь, заказываю себе питание правильное. Ну, в общем-то, я заказала на первые два дня. К чему я вообще клоню? Вам не нужно такое готовое питание, чтобы похудеть. Объясняю, почему. Во-первых, они привозят еду на день, в плане вы должны с ней ходить все время. Это огромные пакеты, потому что все это хранится в больших таких коробках. Это всегда проблема с подогреть. Это всегда огромное количество коробок в холодильнике. И вам просто уже их некуда ставить. Даже несмотря на то, что вы заказываете не на очень большое количество калорий, очень много еды, которую действительно тяжело съесть. Особенно, когда, например, вы на завтрак предпочитаете кушать свою кашу, и вам все равно привозят какой-то завтрак, и вы его либо выкидываете. Короче, когда мне это привозили, буквально это было 4-5 дней, я половину выкидывала, половина мне не нравилась на вкус. Это я говорю к тому, что не все то золото, что блестит, да, круто выглядит. Но на самом деле, если вы будете готовить себе вечером, я не знаю, куриную грудку и гречку на следующий день, то вам будет гораздо удобнее взять какой-нибудь один большой контейнер, напихать туда кучу гречки, кучу курицы, там, овощи, и ходить с ней только с одной коробочкой весь день и по чуть-чуть кушать. Насчет зала, в принципе, то же самое. Всегда есть бег, всегда есть дома позаниматься под какие-то видео, аэробика, танцы, шманцы, вот и все. Я думаю, что достаточно для этого ролика. Если у вас есть какие-то пункты, пожалуйста, пишите их внизу, пишите ваше мнение про этот ролик. И я вас люблю, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok